друзья всем привет меня зовут елена вы на канале о вышивке сегодня я вам расскажу о своем любимом процессе который я вышиваю не могу от него оторваться и также я оформила несколько своих новых и старых работ покажу обязательно вам так это оформление сейчас расскажу о своем проекте который вышиваю в данный момент это такой petit point наборчик был от магазина дамское счастье я его заказывала у юли ссылку на ее магазин французской вышивки я оставлю под этим видео такая работа пекинский коврик он вышивается гобеленовым стежком petit point я чередую на самом деле полукрест и гобеленовый стежок то есть в одну сторону я прохожусь я делаю горизонтальные стежки и в одну сторону я прохожусь получается полукрестом другую гобеленовым стежком и вот таким образом у меня идет работа мне кажется что таким образом ли он не искажается такая кропотливая работа на самом деле здесь не очень много цветов здесь есть бленды и когда к ней привыкаешь то есть лучше от нее не отвлекаться просто вышивать вышивать потому что тогда она будет лететь очень быстро вот такой я бы вот сделала что у меня больше там больше там меня я приближаюсь к половине к половине работы здесь вот ведь я уже не самый закрутила видите какие мелкие стежки на самом деле здесь не написано какой кант вот этот клен какого кант ален входит в набор я предполагаю что это или двадцать восьмой или двадцать пятый кант даже наверное будут склоняюсь к тому что это двадцать пятый лен такой лен он очень плотный и кажется что работа мелкая и сложная на самом деле отверстие они очень крупные это не то что вышивать на сороковом каунте то здесь их отлично видно и в принципе так как цветов немного ты просто вышиваешь 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 ничего сложного в этом нету зрение от этого у меня не стала напрягаться сильнее потому что дырочки вы сами видите их отлично хорошо видно они прям крупные вот ну и полукрестиком этим аппетит поинтом им вышивать очень быстро то есть делая крестик мы делаем два стежка делая полукрестик мы делаем сегодня стежок поэтому работа идет достаточно быстро у меня во всяком случае мне очень нравится этот процесс не хочу от него отлипать я скорее всего это постараюсь его на этом вдохновении просто взять и закончить такой винтажный ковр получается и теперь расскажу немножечко вам о том как я вышиваю этот процесс ну во первых я избрала такую стратегию сначала вышить каркас а потом заполнять все то есть я выбрала самый темный тон вот этот темно-синий видите ну здесь хорошо видно да я сначала вышиваю его таким образом я вижу каркас потом я подключаю какие-то дополнительные цвета вышиваю другие детали и когда у меня это все вышито я просто делаю вот эти видите винтажные стежки которые вот эту пожелтелость некоторые такие желтые пятнышки да имитируют старинность на этом коврике и просто потом заполняю очень так методично белым цветом небе он тут не белый такой розоватый даже немножечко заполняю фон поэтому этот процесс мне просто очень очень нравится вот но изначально я тоже вы вышила сам каркас потом заполняла мелкие детали таким образом работа у меня просто летела вот а если вышивать это все сразу тут конечно замучаешься потому что видите какая схемка что касается самих ниточек что наборе было три вот таких палетки с одинаковым количеством не так вот первая палеточка мне видите уже почти законченная еще тут вышиваю что я сделала я так как ключ там такой не очень удобный сам ключ чтобы в него не подсматривать я просто вот это все чистые цвета и потом я подписала значки из чего состоит blend то есть допустим blend крестик у меня состоит из этого из этого на blend ромбик ну вот здесь лучше видно на второй палетке blend ромбик у меня состоит из этого из этого blend кружок из этого из этого цвета очень удобно все я имея такую палетку я сразу пометила и не смотрю в ключ просто смотрю на схему смотрю на палетку очень удобно есть у меня еще третья неиспользованная паре палетка есть три таких палеточки входит в набор цветов немного поэтому и я считаю это вполне удобной организации вытаскиваю по ниточке они здесь внизу видите скреплены хорошо у меня выходит ну и вот такая большая часть у меня вышита то есть вот это все так все вышито сейчас я вот эта серединка самого дизайна то есть вышиваю вот эту всю часть и буду заполнять уже это самым светлым цветом очень красиво очень такая кажется что ювелирная работа на самом деле вышивается легко потрясающий дизайн что касается оформленных работ самое интересное я выбрала несколько работ из своего рулона он у меня достаточно большой я подумала что наконец-то надо сходить и некоторые работы оформить ну вот например эту работу вы помните я ее уже оформляла но мне очень не нравилось то оформление и и поэтому я заказала для нее новую рамку здесь обычное стекло пластиковая рамка смотрится она здесь прекрасно и совсем не кажется что это пластик то есть все мое оформление оно совершенно недорогое наверное максимально то есть тех работ которые сегодня покажу максимальная стоимость за работу была около двух с половиной тысяч вот все они у меня пластиковые кроме одной работы я вам покажу чуть позже она выполнена в деревянном багете и то оно оказалось не очень дорогой а потому что я заметила что это деревянный багет только после того как я уже рамы получила и посмотрела на обратную сторону увидела что это оказывается дерево вот вот эта работа в пластиковом багете а это тоже пластиковый багет и в него оформлена моя работа даймонд квакер от розвуд мэннер он вышит на линии по ключу ниточками по ключу в алдане и мне кажется цвет рамы очень хорошо подходит к цветам самой вышивки я люблю оставлять поля чтобы видно было что эта ткань поэтому не стала делать здесь никакого паспорту мне нравятся эти разводы и тоже здесь у меня стоит обычное стекло а вот тоже моя давняя давняя работа одна из первых я тогда еще не вышивала примитивы это dimensions обычная серия выполняется на 14 конве отель sorento она называлась я ее захватила потому что подумала что старые работы тоже надо оформлять к тому же она мне очень очень нравится такая рамка для нее выбрана очень винтажная мне кажется отлично она сюда подходит тройной паспорту вот видно конечно что рамка по отблеску такая абсолютно ровная пластиковая было бы отлично если она действительно имела такую фактуру состаренную если она в реальности такой была но это всего лишь имитация а вот и работа которая как я обнаружила потом оформлено в деревянный багет я не думала на самом деле что мне так хорошо получится ее оформить но мне кажется что это одно из стопроцентных попаданий среди тех работ которые я взяла в этот раз на оформление она отлично подходит по цвету у нее какие-то такие переливы очень осенние в этом случае я помните как-то говорила что надо было вышивать наверное на основе более темной да я выбрала цвет платино и все-таки не зря это сделала мне очень нравится как смотрится мне кажется сырой лен не смотрелся бы здесь таким каким-то свежим да я очень красиво получилось очень красиво переливаются вот эти кованые ворота которые вышиты крейником ярким таким блестящим я вам покажу чуть позже кадры как я снимала на солнце этот блеск что-то там мне удалось захватить всю эту красоту очень конечно красивые вот эти старые разработки миробилий лавандер энд лейс то есть я поняла что все-таки современные миробилий дизайны не совсем то а вот это мне очень нравится они сложные в отличие от современных разработок но они и выглядят очень какими-то проработанными что ли живописными вот эти все детальки мелкие которые так сложно вышивались здесь вся эта шахматка она конечно дает свой шарм и это видно 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 эту проработанность меня не знаю это не знаю что я живу что я живу так сказать И работа, которую я недавно закончила. Я думала снять видео с ней, когда она была не оформлена, но теперь уже пропустила этот момент, она оформлена. Я при выборе багета, конечно же, ориентировалась на превью, там изображена такая широкая рама. И вот я нашла вот такой пластиковый багет с медным отливом. Мне кажется, он отлично сюда подошел. И теперь этот сэмплер оформлен в такую широкую-широкую раму. Работа очень большая. Получилась она и сама большая, но и рамка еще широкая. На мой взгляд, отлично смотрится. Так что вот третья законченная работа в этом году. Это вот этот большой сэмплер. Наконец-то тоже оформлен. В завершении покажу вам последнюю работу, которую я оформила в этот заход. Это был сэмплер, который закончен в прошлом году. Вот Hands across the sea samplers. Я выбрала вот такую пластиковую раму. Сейчас мне немножечко кажется, что, возможно, сюда хороша была бы какая-то все-таки коричневая рама темная. Вот это смотрится немножко такой розоватый, что ли, какие-то розовые немножечко у нее прожилки. Ну, пока что этот сэмплер будет оформлен так. А потом я посмотрю, может быть, я привыкну к этой раме. Может быть, так же, как и некоторые свои другие работы переоформлю. Но пока мне все нравится. И он, конечно, стоит и радует меня. Очень нарядная работа. Вышито шелком. Здесь тоже обычное стекло. Я заказывала рамы. Рамы просто приносила работы в багетной мастерской. Там все обмеряли-замеряли. Заказывала эти рамы с внутренним стеклом. С внутренним картоном ДСП. И потом уже сама дома их натягивала. Не оставляю в багетных мастерских. Единственная работа, которую я оставила, это работа на конве отель Сорента. Потому что там паспарту, чтобы они сами мне ее ровненько оформили. Ну, в принципе, я довольна. То есть никаких нареканий у меня нет. Все чистенько, все аккуратно. А вот лен я побаиваюсь оставлять. Не хочу рисковать. Поэтому делаю это все сама. На этом мое видео будет заканчиваться. Я буду продолжать вышивать свой коврик. Свою любимую работу в данный период времени. И хорошего вам настроения, вдохновения на вышивку. Оформляйте свои работы. Пусть они вас радуют. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok